В минувшую субботу в Бузулуке встретили прибывшую из Украины икону святителя Феодосия Черниговского с частицей мощи и подвижника, а также его митру. Об этом радостном событии, совпавшем с Днем Празднования Преображения Господня, в материале, подготовленном Пресс-службой Бузулукской епархии. Это событие уникальное. Дело в том, что мощь святого почивает совершенно нетленными в Чернигове на Украине. Сохранились даже кожные покровы святителя, который жил еще в 17 веке. Отличительными чертами личности святителя Феодосии являлись миролюбие, строгая справедливость, глубокое сострадание ко всем людям, обращавшимся к нему. Святитель Феодосии мощи. Врач разделил злооблачение и прокурил ему лёгкую руку. Оттуда пошла обильная кровь. Хотя святитель был уже 300 лет как покойный. Эти мощи передали в Москву. В Москве ученые не могли ничего сделать. Передали в Питер. И в Питере во время блокады с ферролицей коммунистами решали, что делать, сдавать Питер, капитуляцию делать, то услышали голос обратить к Феодосию Черниговскому. Когда поехали в Лаву и спросили митрополита будущего Алексея Первого, кто такой Феодосий Черниговский, он сказал, как кто, он у вас лежит, вы же его изучаете. Вы не следите мощи, ослежили молебен, и в эту же ночь 50 градусов мороза замерзла Ладово. Эту дорогу назвали дорогой Феодосийской дорогой. Доложили об этом Сталину. И Сталин распорядился вернуть мощи назад в Чернигово. До сих пор они находятся в Чернигово. По благословению Святейшего Патриарха Московской Восиаруси Кирилла от Десницы Святого была отделена частица мощей, которые вложились в специальный мощевик на иконе. 14 января 2012 года икона, а также митросвятители отправились в продолжительное путешествие по Белоруссии и России. В Бузулусской епархии святыни были привезены по инициативе Преосвященного Алексея, епископа Бузулусского и Сорочинского, который 18 августа отслужил молебен святителю в городском Спасо-Преображенском храме и возглавил все ночные в день и накануне праздника Преображения Господня. 19 августа владыка отслужил Божественную Литургию и обратился с проповедью, в которой рассказал о значении праздника и призвал бузулучан обращаться за молитвенную помощь к Феодосию Черниговскому. И мы сегодня, прикладываясь к иконе с мощам, просим его помощи, святителю Отче Феодосии, как ты жил, Сериата, моли Бога, и она грешна, аминь. Вокруг Преображенского храма, у которого был престольный праздник, и в котловане, заложенном в Троицком соборе, был совершен крестный ход с иконой святителя Феодосия. Икона будет пребывать в среду в Церкви Свято-Тихинского Богородического Женского Монастыря в четверг в Никольском кафедральном соборе города Бузулука. Начиная с пятницы, икона отправится в путешествие по другим городам и селам Бузулукской епархии вплоть до 2 сентября, после чего образ вновь вернется на Украину. Подробные расписания и новости по теме на сайте www.buzulukayeparch.ru В традиционных заступничеству святителя Феодосия обращаются люди, страдающие онкологическими заболеваниями и бесплодием. Субтитры создавал DimaTorzok